А мы продолжаем проводить наш сегодняшний праздничный день с экспертами, которые частые гости программы Утреный СТС. Ну вот сейчас представим вам человека, который не просто частый гость или эксперт, а который наш коллега уже практически. Да, я бы хотел рассказать об этом человеке. Он вместо новомодных гаджетов и телефонов носит в руках всегда обновленную версию правил дорожного движения. Человек, который знает все о правил дорожного движения и многих из нас, кстати, научил правильно ездить за рулем. Меня точно. Да, менеджер по безопасности дорожного движения Союза автоводителей Республики Молдова Виктор Руссун. Наш коллега Виктор, доброе утро. Доброе утро. Мы с вами чаще видимся на съемках различных, поэтому у меня меньше вопросов к вам, потому что я знаю нашу, так скажем, закулисную жизнь, нашу работу. У меня тогда к вам обоим вопрос. Расскажите, эта рубрика «Дорожный патруль» существует уже больше трех, даже около четырех лет. Четыре года, да. С чего вообще все началось? Кто стал инициатором? Все начиналось с того, что мы начинали выбирать одежду. И мы решили с Виктором остановиться на сером «ЦЕС» пиджаков, потому что у нас это тренд нашей рубрики. Кстати, не только с одежды, а с названием. Вспомните, Денис, как мы выбирали все-таки «Дорожный патруль», «Утренний патруль», а потом все-таки остановились на варианте «Утренний патруль», чтобы ближе к утреной СТС, правильно? Все равно ближе, ближе, ближе. Ну, затем мы додумали над тематикой, какие вопросы, на какие вопросы отвечать. У нас вопросов было большое количество, но еще больше вопросов было у наших телезрителей, поэтому мы решили... Как раз спорные такие моменты, да? Телезрители подключились к нам и высылали вопросы нам на имейл. Я вам скажу, Виктор, так приблизительно подвели статистику, за эти 4 года мы ответили примерно на 80 вопросов. Это примерно. Более чем 80 вопросов. Несмотря на то, что еще многие вопросы ждут своей очереди, мы обязательно на следующей рубрике будем отвечать. Как у вас вообще ощущения, вот спустя 4 года, вы помните свою первую съемку? Не в рамках гостя, а уже в рамках телеведущего, когда мы выехали на первую съемку. Конечно, Денис, немножко волнением было. Хотя опыт работы-то есть, работа с аудиторией, но сама вы знаете, камера, 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 она немножко как-то так, так, так вот. Не то, что пугает, а теряешь нужные слова, теряешь ключевое слово и все, и все. Денис, ну вы же знаете, вы ведущий, знаете, потерял слово и все, оно исчезло. Ну, в правилах вот мы все-таки, оно регламентировано, все четко, и мы стараясь уже, опираясь на правила дорожного движения, когда мы с вами вот беседуем в эфире, работая по определенным каким-то сюжетам. У нас есть уже программа, нам немножко это легче. Вот. А что я хотел сказать? Вы вспомните, как мы часто обращались все-таки к другим источникам получения информации, то есть другим лицам с Министерством внутренних дел. Они шли на контакт с удовольствием. Я никогда не забуду, когда мы обращались в одно из медицинских учреждений к наркологу, когда он привел такую статистику, но мы, правда, это не попало в эфир, когда спросили, сколько женщин вот с рулем в нетрезвом состоянии, мужчин, вот статистику, он сказал там шепотом, говорит, только в эфир не показывайте, 50 на 50. Я говорю, это я не верю. Ну, говорит, да, кстати, ну, вы знаете, что женщины за рулем, они более агрессивны, поэтому с мужчинами еще как-то можно. Что-то начинается разговор. Сколько историй мы слышали только по лидерам. Я шучу. Это была шутка, да. Ну, пусть это сегодня праздничная шутка, она может быть неуместна, но все равно 13, 13 число, кому как. Но я думаю, что СТС, она всегда будет счастливой, да. Помимо этого, я скажу, что, Виктор, вот ваша была идея привлечь в нашу программу еще и женских телезрителей, женщин-телезрителей, и помимо этого еще и водителей-женщин. Мы снимали неоднократно различные наши рубрики, участницами которых становились женщины. И даже я однажды. Да, и даже ты. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть сюжет, кстати, это в этом сюжете тоже есть. Да? Маленькая нарезка воспоминаний. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Утренний патруль продолжает колесить по непростым дорожным участкам нашей столицы. Да, мы хотим разобрать, прежде всего, мы видим, что на данном пересечении дорог, на данном перекрестке установлены знаки приоритета, но знак приоритета со словом «стоп». Значит, в этом случае при наличии транспортного средства, включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом, тогда в этом случае это транспортное средство уже находится в приоритете. Сравнивать теоретическую, практическую, что сложнее, не могу. Итак, Надежда справилась еще с одной поставленной задачей. Ваша оценка. Ну, Денис, дадим оценку удовлетворительно. Хорошо, мы поддержим немножко на потом, а впереди ее ожидает государственный квалификационный экзамен. Вот там мы будем сопереживать, будем переживать за нашу Надежду, будем держать вместе с вами кулаки. За всех, кто будет сдавать в этот день экзамен, не только в этот день, давайте в эту неделю. С нами была Надежда Верина, Виктор Руссу. И Денис Рында. Я вам с веростью могу сказать, Виктор, что удовлетворительно можно поменять на отлично, потому что Надя получила водительские права, она с уверенностью уже придвигается. И больше два года я не езжу ни на чем кроме. Я знаю, даже некоторые части автомобиля, уже мотора знают, некоторые запчасти уже спрашивают, где купить. В общем, Надя, тот человек, который не просто сидит за рулем. Ее можно уже привлекать не только как эксперта по знанию правил дорожного движения, а также по техническому состоянию транспорта. Мы должны спросить, лучше масло. Она знает, что это сель. Давайте сейчас переключимся немножко, потому что говорим мы сегодня о Викторе Руссу, нашем эксперте, который учит вас на протяжении многих лет правилам дорожного движения. Виктор, приходилось ли вам еще помимо телевизионной работы заниматься может быть необычными делами? Ну, помимо того, что вы большой опыт имеете в работе с вашими подопечными в автошколах, вот, приходилось, может быть, еще за что-то браться? Ты имеешь в виду таланты, которые мы еще не раскрыли в программе «Утро СТС»? Да, ну, вы знаете, сегодня в этой праздничной программе я слышал, как работает, я правильно сказал, работает группа музыкальное сопровождение. Да, группа «Уанна» в гостях. Да, великолепно работают они. А вы знаете, в молодости, даже еще до начала работы, я тоже играл на гитаре. На бас или на соло? Нет, на бас. Басист. Да, басист. И у меня до сих пор осталась гитара продана белого цвета. Fender Jazz Bass. Красивая, прекрасная гитара. Я оставил ее. И не хочу ему никому продавать, что она говорит, ну, как, как, давай, давай. Я говорю, пусть она останется. Вот сейчас, как работали ребята, мне было очень приятно слышать это какое-то опять воспоминание. Сейчас мы, естественно, с вами в программе «Что делаем?» Вспоминаем правила дорожного движения. Здесь, видите, у меня немножко... Виктор, бывало только, что вы, может быть, тоже иногда что-то забывали, потому что, ну, я вас знаю, от стороны человека все... Ну, человек энциклопедия в плане дорожного движения. Даже иногда, когда я, допустим, нахожусь на дороге и сомневаюсь, я звоню Виктору, Виктор, как в данной ситуации поступить? А у вас бывали такие ситуации, когда приходилось прибегать опять книги? Вы знаете, бывало. Бывало. И вы знаете, сколько бы я ни читал, ведь всего лишь... Она не такая вот, книжечка поправила тоненько, а в ней сказано буквально все. Денис, вы знаете, Надежда, ну мы же изучали с вами так. Все по пунктам. И преподавателем был у вас я. Все по пунктам буквально. И вы знаете, недавно столкнулся с одной ситуацией. Помните последний наш сюжет на Штефан Челмаре? 20-й пункт, под пункт 1-й. О светофоре. Да, да. Ведь мы всегда все смеялись, и всей страной смеялись, не так и не поставили. И вот буквально, вчитываясь, вы знаете, и вот и обнаружилось свое, может быть, недознание правил дорожного движения. Лидер, огромное спасибо, что вы в протяжении всех этих лет находитесь с нами, помогаете нам в съемках. Мы будем продолжать наши съемки, наши рубрики «Утренний патруль». Обязательно вас ждут новые ответы на ваши вопросы. Кстати, вопросы присылайте на нашу e-mail утрособака.сц.мд. Мы по-прежнему на них будем с удовольствием отвечать. Лидер, огромное вам спасибо. И обещайте, что будет момент, когда вы с сыном сыграете на базе гитаря. Обязательно, Денис. Нас всех, нас всех с праздником, с днем рождения, да? Или с годовщиной. Уважаемые телезрители, мне хотелось бы еще и пожаловать и вам, управляя транспортным средством, как мы всегда, Денис, с вами говорили, зная правила, это мало. Надо не только их знать, но и их выполнять. Это, прежде всего, гарантирует безопасность движения транспорта на дорогах нашей страны. Как это важно, и добавить ничего, нечего, да и не нужно ничего добавлять. Передаем слово нашим коллегам. На кухне тоже кипит работа.